Друзья, всем день добрый. У нас произошла очередная управка. И я вам хочу сегодня рассказать, с чего лучше начать свиноводство, как лучше. Ну, давайте первое скажу, чтобы вы понимали, мне до обезьянкових. Чтобы вы понимали, что надо для свиноводства, для эффективного. Для эффективного свиноводства надо гроши. Чтобы заработать на свиньях гроши, надо вкладывать гроши, как ни странно. И вообще, все любое, где хочешь заработать, ну, все вы знаете, что надо вложить, а потом, типа, как заработать. Так само и в свиноводстве. Вот мне, чтобы заработать этот год на свиноводстве, надо было прошлый сезон по уборке закупить кормил этих, там, 50 тонн, плюс-минус. Надо купить все макухи, подсолнечную макуху, надо куплять соевый широт постоянно. И 5-10, поэтому тут надо вкладывать гроши наперед, а потом уже их забирать. Да, забирать с прибылью, я не спорю. Ну, вот мне просто часто, как правильно начать свиноводство. Правильно начать свиноводство, это сначала купить сами корма. Вот кто на сколько рассчитывает денег, сколько купить кормил. Допустим, я бы купил так, как бы я начинал. Я бы купил 2 тонны, там, тонну пшеницы, тонну ячменя. Ну, я кормлю только пшеницы, ну, просто, вот, к примеру, тонну пшеницы, тонну ячменя или 2 тонны пшеницы. Это первое, что у вас должно уже лежать дома. Вот эти маленькие поросядки, им уже больше 50, я тоже кидаю горьки. Вчера, скажу вчера, мені писали, а что, если удавиться. Ну, вчера удавился тут один. Я вечером кидал, покашлял, та и все, что там. Викашлял. Так вот, друзья, не буду з'їжать в схемы. Сначала купить корма, допустим, по убору, по урожаю. Сначала купить корма, затарили дома по бочкам, по мешкам, кого что есть. А тоді вже, первое, самое главное, что бы я делал, я бы купил хороших поросят. Хороших не, не, от, как мне говорят, та самое лучшее начинать с F1. Согласен, F1 самое лучшее. Но F1 маленькая, 20-килограмовая поросятка, стоят 8 и больше тысяч гривен, а то даже и 10. 10 тысяч гривен малая порося. Вот, если купить F1, примерно, ось вот такие, ну, сколько вони, килограмм, не знаю, по сколько. Ну, скажем так, до 50. Вот это будет стоить больше 10 тысяч, если это все таки. Если брать поросят на свиноматок, вот таких красивых не рассматривайте и забудьте. Это не свиноматки, это просто хороший от корм мясного направления. На свиноматку вот такие красивые, с фигурками не хуже. Запомните, раз и навсегда. Кто начинает свиноводство за таких вот, это убиток. Это я вам скажу, кто уже это прошел. Свиноводство надо начинать, я вам уже сказал, купить 2 тонны пшеницы, хотя бы 2 тонны. Бо на одну свиноматку в год надо 1 тонну. Вот у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть свиноматок, вот им надо 6 тонн в год. Это просто, чтобы их поддерживать. Помимо этого еще надо макуха, подсолнечника. И так же, вот видите, горьки даю, буряки даю, картошку. Все, что есть, это я им даю. И постоянно надо убирать, постоянно надо им воду давать, сидеть за здоровьем, их покрывать, если менять. Это очень здоровые расходы. Это не так тяп-ляп, а свиноматка родила и продал поросят. Нет. Сначала, потому что я же начинал тоже так, купил поросят, кормил немало, то купил так частями, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Фигня это все. Сразу надо начать из хороших свинок. То есть купить хотя бы трехпородный гибрид на комплексе, скажем так. Из них начинать. Не куплять красивых, жопатеньких таких, с фигурками. Это все, только картинка. И вот купить сначала двух, трех свинок. Трех свинок. Из трех свинок двое оставить на свиноматку. Третью на мясо. И погнали по чуть-чуть. Каждый сезон, литом, как начинается уборка, брать, корма закуплять по сезону. Ось буряки даю. Постоянно им даю какие-то вяленые, там тесы, горьки даю. Это надо заботиться про них, да, Нюрка? А если вы уже хотите конкретно заниматься, от корма, допустим, куплю, как мне пишут, куплю 100 поросят, подниму их за один раз и зароблю грошей. Согласен, на 100 поросяток ты заробишь, как от кормишь, больше миллиона. Ну, не заработка больше миллиона, продаж больше, чем за миллион. Но, перед тем, как их взять и откормить 100 штук, надо купить хотя бы 50 тонн пшеницы. Также соевые макухи, также черные макухи. И это все заранее считайте. То, что сейчас время ценное, ну, как ценное, время терять никто не хочет. И начинать вот эту, або как, ну, нас же, как любят. Куплю поросят подешевше. И начну потихоньку кормить. На таком корме, ось, буряки, картошки, воно не будет рости особо. Воно рости особо не будет, будут только убитки. И вы, ну, сколько мне от людей, допустим, звонят. Купил четырех поросят. Одне хроме, друге згрижу, и третье больное, а четвертое как-то здоровое. И таких дуже много. За эти годы, что я занимаюсь, людей, сколько начинало и заканчивало, это десятки людей. Они же понадивлялися, допустим, на ютубе. Все хорошо, все красиво. Но, чтобы кидать деньги, они за это не думают. Поэтому, друзья, считайте. Сначала купить корма. Корма лежат. Корма и сто год будут у вас лежать в бочках, ничего с ними не будет. Не можете сразу. Купить первый год корм. Затарьте все ваши бочки, мешки и так далее. Ну, чтобы миши там не гризли. А потом уже начинайте шукать поросят. Поросят брать у проверенных. Не по объявлению. По объявлению. То возят только F1, одни. То чистки дюрки с білими мордами. Это все, знаете, как. Они сами, кто продает таких дюрків с білими мордами. Они сами не знают, как дюрок выглядят. Таких миллион ситуаций уже было. Брать только в проверенных. Тим, кто занимается. Вот желательно, кто занимается. Ну, типа, как я. Вот так у вас тоже есть у селев, в городе, в поселке. И вы так же. Так, а вы будете ездить? Буряки вам можно. Вот поросят. Вот это б я взял бы от таких на свиноматах. Ландрас Кантор. Ну, а где узнать, что это Ландрас Кантор? Как есть? Кантор, продам кантора. Кантор, это не так просто. Это надо чистый Петрен. Чисти Петрен. Вот как у меня каштан был. И покрыть чистую дюрків. И он на выходе родится такая, как Нюрка. Вот это Кантор. А чтобы был чистый Петрен и чистая дюрків, надо гроши потратить, чтобы его все купить. А люди продают Кантор чуть ли не через объявление. Так что будьте внимательны. Сначала куплять кормовую базу, а потом куплять только поросят. Хай вы 2-3 штучки, чтобы не сильно по деньгам было, но... И так дальше. Ось поросятам маленьким шашлык жарил. Бачите уголь. Даю поросятам. Они его щелкают, как семечки. У меня ничего не выкидывается. Все даю поросятам. Как много таких древесных углов у меня, то даю и здоровым. Но здоровым так оно особо и не надо, а маленьким хорошо. Оно активированный уголь. И, кстати, у меня брали поросят. Ось из-за этого от выводка. Сейчас я с этим дорежу, буряк. И еще что я дивлюсь, вот наблюдаю. У людей, ну я так без обид, не относится до каждого из вас. У людей дивлюсь, свиньи держат. Ну, честно говоря, таки, что попало, а не свиньи. И эти люди еще кажут, а я сих оставлю на свиноматки. То есть еще хуже сам собі зроблю. И получается, и так свиньи поганенькие. Грубо говоря, их бы быстрее порезать и продать на мясо. А он, да я еще за этого оставлю собі на свиноматок. Ну, это то же самое, взять собі наступить на яйца и кричать потом год или два. А толку нема от этого. И потом вот такие же мне пишут. Что ты тут рассказываешь, что ты тут чувствуешь. Такого не может быть. Я 10 лет занимаюсь, а то же он 10 лет и оставляет одно и то же самое. Ухудшает постоянно из поколения в поколение, ухудшает свое поголовье. Ось, смотрите, я не знаю, сколько с ним, месяца три или сколько им. Ну, не помню, короче. Ось мне возят творог, молоко, сметану. Ну, люди занимаются коровами и возят. Мы купим там, заказываем раз в неделю, раз в две недели. Ну, какая разница. И они у меня брали поросят из этого выводка двух штук. И они вот приезжали и говорят, что у нас поросята больше, чем у вас. Ну, они постоянно им дают молочные отходы. Что там еще есть? Сиворотка, да, и так дальше. У них больше. Вот вам и... Меня очень радует. Я хотел, ну, я то не видел, это не вики, казалось, питать. Стероидами, они не колят их, как вы мне пишете. Стероиды, анаболики. Люди, которые больны на голову, это постоянно пишут. Вот много мне пишут, у меня там 10 лет практики, у меня 20 лет практики в свиноводстве. Такого я не встречал не где, чтобы вот так свиньи росли выглядывали, ну, допустим, у сколько? 4 месяца, 4-5 месяца, чтобы выглядывали вот так у 4 месяца. Ну, друзья, ну, что ему сказать о цей человеке? А это же то, что я и сказал. Он оставляет, вот, допустим, у меня, к примеру, вот корм. Как все думают? Ой, смотри, хорошая свинка. Ну, где там свинка, я не знаю, свинка, чи пиратик. Оставлю ее на свиноматку. Вона родила там с гором пополам, ну, то уже ладно таке. А потом еще за тех свинок и еще оставил на свиноматку. Получается, это уже плохое, воно родит еще хуже и пошло на ухудшение. Ну, еще есть такое, то я покрыл его андрасом искусственным и будут париться. Не будет ничего, толку не будет, оно не поменяется. Воно добавляет, ну, там оно ничего не изменится. Это мое мнение, я никому его не навязываю, просто я скажу, как есть. Кстати, скоро уже будут приезжать люди забирать своих свиноматок, кто бы заказывал. Ремонтные свинки на свиноматку. Ось, к примеру, поросята, а ось ихня мама. Барашка. Уже наилась. Так само, ну, это у меня на щелях, на щелях Машкин и дети. Ну, Машка и Барашка, это две сестры. Поэтому, друзья, трошки думайте всегда. Думайте, потому что это не шутки. Заниматься свиноводством, это надо включать тоже мозги. И так же по кормам. Быстро пробежимся по кормам. Свиноматки, которые у меня покрыты. У них в корм входят отруби. У меня отрубов много, правда, замочило там друженько, я в душ положил. Ну, короче, отруби. Отруби, пшеница и черная макуха. Все. Это у меня сидят свиноматки. Три килограмма в сутки. Три килограмма в сутки, ну, это вот такие вот, допустим, если не здоровые. Вот, как эта, линда, обезьянка, киевлянка. Три килограмма в сутки. Такие, чтобы больше, вот уже, ну, здоровая свиня, то ей там четыре килограмма в сутки. Десь так. Вот так я намешаю корм свиноматкам. Пшеница, отруби, черная макуха. На этом все. Вони уже будут подходить к опоросам, ну, допустим, там дней за пять, за десять до опороса. То уже начинаю сипать им стартовый корм для поросят. И все время, как вона поросится и кормит поросят, вона на стартовом корме. Как я забрал поросят, дивлюсь худовато, вона так само продолжает быть на стартовом корме. Вот так. Это, что касается свиноматок. Как у меня поросят, поросят родился, ну, берем так, с 20-го дня предстарт. Предстарт продается в мешках, готовый уже. Купили предстарт и сипите поросятом, он готовый. Потом переводим на старт. Я использую на старт только пшеница, соевый шрот и премис. Вот это, что у меня идет на старт. У меня нет подкислителей, я ними не пользуюсь. У меня нет сорбентов, я ними не пользуюсь. Хотя, если люди пользуюсь, ну, оно, наверное, лучше, я не спорю. Ну, я этим не пользуюсь. Так само я не сиплю дезинфекцию. Чего я так делаю? То, что я грошей не тратю, куди попало. Бо он мне пишет, купил подкислитель, я не знаю, сколько килограмм заплатил, 4 тысячи. Ну, а у меня этих расходов нема. Купил сорбентов, у меня этих расходов нема. Или купляют это в мешках, посыпают дезинфекцией. Дезинфекции, у меня тоже этого нема. Я не тратю, ну, знаете, как, гроши на вітер. Я не витрачую. Если бы кто-то сказал, Стас, ты же не сипишь дезинфекцию, того в тебе и поросята не ростут. Другое дело. А так в меня ростут не хуже, чем у других непоганых. Чи там бы сказали, ты вот сорбентом не пользуешься, в тебе все кашлять. У меня поросята не кашлять. Кашляли в том сарае, кто помни, как мы думали, что в них глисти. Но я так понял, что они в том сарае для отъема кашляли того, что был там аммиак. Ось сегодня минус 11, честно говоря, на дворе холодно, ну, минус 11, мороз. Сюда заходишь, хоть погрейся, хоть вот так погуляешь, понаслаждаешься, походишь, подивишься, что и как. Ось так само, как я продаю ремонтных свиноматок. Ну, к примеру, вот этих я ремонтных свиноматок продаю. Так же само у меня продавалася Линда, кто помни. Все, долго ее не могли купить. Ну, сама судьба распорядилась, что вона осталась... Ой, ты моя дживотатенька. А, дживит, видно, дай. Сама судьба распорядилась, что вона осталась у меня. А сколько людей писали? Да то ты продаешь, потому что вона не гожа, вона плохая и так далее. А я ее собі оставил, не оставил. Хотя бы мне и звонили, чтобы купить ее, потом, как я сказал, что человек отказался, не будет брать. Ну, я ее оставил собі. Оце что хорошие свиноматки? Кантур. Ф1. Кантур. Ф1. Только это Ф1 немного не такой, как Ф1 по объявлению. Я сразу пройду, пройду. Вот все. Ф1, Ф1 разные. Ф1 в основном как делается? Ну, к примеру, купили они свинок с Данией. И их перекрывают по 50 раз. И на выходе Ф1, Ф1. А те еще перекрили, еще перекрили. И все Ф1 идет. Ф1 должна быть первая линия. Я не буду сказать, сколько я за этих отдавал. Ну, это очень здоровые деньги. И я купил нездоровых, поднимал их, потом покрывал и так далее. И вот хорошие свиноматки. Я собі тоже штучки 2-3 оставлю за этой партии. У меня их 30 штук. Ну, не именно свинок. Голов 30 штук. Миски с кабанчиками. Ну, собі тоже оставлю 2-3. Все остальное, это он не гоже на свиномату. Вот таке. Вот таке. Не гоже на свиномату. Не гоже. И не то, что вона агрессивна. А с поросятами вона вообще прям на меня кидается. Ось, можно подумать, что вона гуляет. Бачите? Вот, можно подумать. Ой, вона взорвалась. Ой, загуляла. Загуляла свиня. Ой, ой. Все так думают, кто не соображает. Ничего она не гуляет, ей просто приятно. Это вот кабанчики. С чего ж выводка. Кабанчики. Их, кстати, дегенератик викинг. Бачите, пішов. Был так и на него же наступила барашка на задние ноги. Был такий, что... Ну, в чаху. Дивите, пішов и нормально. И уже и догоняет цих. А это у меня оставлю на 1 год. Проверю, сколько наберут веса в год. О. А ну, сейчас загуляет. О, загуляла. И петля порозовиила, загуляла. Ні, друзья, это они не гуляют. Это они наслаждаются. Да, Пиля. О, ты моя пузяка, петля, пузяка, петля. О, ты пузяка. Ну, это на свиноматку так не гоже. Я держу, потому что они, ну, уже не первый опороз. У них было и по 2 порося, и по 7, и по 6, и по 10. Ну, разно. Ну, она нестабильна. Такая свиноматка нестабильна. Стабильность ось раз, стабильность ось два, стабильность ось три. И, кантур. Вот кантурша, да, вона немного плотна. 10-12 штук постоянно, немало в ней. Меньше, немало в ней и больше. 10 штук, 10-12. Ну, бывало и по 14, но там продавило. Ну, бывало и 16 раз, да. Ну, то есть меньше 10-ти немало. А ей самый раз 10 штук. Ф-ка. Первый опороз 14, да, вроде бы, было. А другой 21. Это только 2 опороза было. Ну, и также хочу проверить, какие же будут кантур вандрас. Тоже оставлю себе свинку одну или две. И тоже проверю. Кстати, вот тут была кнопка такая, эта морошная, и пошла тоже нормально. Все более-менее выровнялись. Цих тоже хочу в районе годика подержать пару штук из цієї партии за год. Ну, так все показал, рассказал. Сначала складываем гроши, тогда получаем прибыль. Сначала купляем корма, тогда купляем 2-3 штучки порося, поднимаем, оставляем из них на свиноматку. И пошла-поехала, опять купляем корма, то есть прибыли пока не будет. Ну, сразу год-два там. Это я играл долго, как на Ютубе. Открыв канал, и вот у меня уже 5-й год пішел, да? 5-й год пішел. И канал развивается постепенно, по чуть-чуть. Так само и свиноводство. А потом, как вы уже поймете все фишки, то, конечно, вы уже сами, вы будете дивиться на меня и смеяться. Что он рассказывает, я лучше знаю. Дай Бог, чтобы так и было. Поэтому я сказал свое мнение. Гроши на ветер не выкидывайте. Даже станки для опороса. Вот мы сами их делали из дяди Саня. Я куплял сами стенки оцей, сами бока. Потом кое-яки бока мы порезали, поробили из них. Ну, боков у меня было много. Порезали из них, поварили вот такие дверки. И так само поробили передние стенки. То же самое. Трубочки я куплял. Ну, это метал куски. И все мы делали сами. Это тоже выкид. Куплять станки. Там я подивился по 5-6 тысяч. Это выкидывать гроши на ветер. Я купил их за копейки оцей. Ну, вот за копейки. Оцей стенки. Чи по 300 гривен, я уже не повнюю. И поварил из этих частей все. У меня их было много частей. И поварил станки. Я тоже считаю, что сварить станок проще, чем тратить гроши. Из бушных трубочек. Ну, вот такие трубочки купили и сварили станок. Менше выкидывать грошей на ветер. А именно, оцей бункерной кормушки по 10 тысяч, по 6. Нафиг оно не надо. Что вон, погана кормушка из стиральной машины? Ну, подивиться. Я, как подивлюсь, сколько выкидывают грошей? Ну, в никуда. Просто там. Вон, стиральная машинка у нас была Канди. Внизу баллончик-ресивер, разрезанный пополам и доваренный пластинами, шинами. Что погана кормушка. Она же 2 года. По-моему, другой выводок выкармливает. Да? Даже больше. И из-за этого я скажу, да, поросяткам, то я купил, те, по-моему, оранжевые, мягкие, по 200 гривен, а ци дорогие, чи по 600, чи по 700 гривен. Ну, они плотные и крепшие. Ну, все работают одинаково. Что мне, поросятам насыпают, они едят и все. А так тратить гроши. Старайтесь меньше тратить. На эти поилки, они же вообще дорогущие. Я не тратил, я тоже их купил в БУшне. Весь металл на сарай. Усе БУшне. Плитка новая, советская. Купил ее тоже за, не помню, 10 гривен квадрат, 20 гривен, что-то такое. И все так же. Ось, сделали сарай не спеша. З усього БУшного. И нормально. Да, тетя Маша. Так что, друзья, тут везде включайте сирое вещество и думайте. Чтобы что-то развить, надо что-то хорошее начать. Начните с хорошей свинки. Будет дело. Не начните, начните экономить, куплять поросят трехмесячных вот таке. Или вот таке длинное, а вот таке ну то есть вот эти разные. Зайду, я купил поросят, делюсь его поросят. Одне вот таке, друге таке, третье вот таке. и все. Ну это же не те. Думайте заранее и вы сами все поймете. Вам просто надо в это вникнуть. Вникнуть, как я, я же тоже не, как там пишут, ой, вы так все понимаете. я тоже начинал с нуля, еще 4 года назад тоже не знал. Вон, подивите, первый ролик, я спрашивал, как искусственно покрыть свинку, чехряка, думал куплять. Ну, я не знал простых, элементарных вещей. А уже как вник, то уже что-то трошки знаю. И вот что я знаю, это вам и рассказываю. Чтобы не хвататься за голову, сразу купляйте корма. Они, пока маленькие, кажутся, Маша, чего ты? Кажутся, таки хорошие, мало едят, там, ведерцем высыпал, целый день пройшел, а потом там, чипил ведерца. Это все кажется. Они вырастут 2-3 месяца, им только надо будет сухое насыпать. Но они ростут, да. Но это все расходы. Я сейчас замешаю готовую старту или гровера и считаю, сколько по деньгам я в день у меня уходе замешаного, готового. Так подумать, расходы очень здоровые. Но и доходы тоже нормальные. Все перекрывается, нам хватает, слава Богу. Чего мы делаем? Ангар? Потому что надо больше зерновых купить, а их складывать не идут. Каждый год носить, так чтобы считалось, не наносится. А так приедем, машина высыпает. Это тоже вкладываем у них грошей. Это тоже у них стройка ангара это вкладываем у них. И потом я скажу, посчитаю, сколько оно выйдет. Особо по нашим ценам недорого выйдет ангар. Я смотрелся, по чем строительство ангара, там 3000 квадратный метр. По вам считается, по низу 3000 квадрат, то сколько у меня там ангаров, в районе, если взять в районе 200 квадратов. 200 квадратов, 100 на 3000, 300, 300, 600 тысяч. Ну, конечно, так и гроши. Ну, я потом скажу, сколько оно выйдет. Да, тетя Маша? Вона мені так не нравилась в детстве, така криклива была вообще, именно з усих самовредна. Я її хотів убрать на мясо. Так вона не нравилась. А це переросла, родила первые выводы, и все нормально. Так что, друзья, гроши на вітер не выкидайте. И всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока.